всем привет с вами и мы его ведущий пьяносоветник и хмельной доктор и сегодня мы не одни а у нас на связи берлинкин всем привет сегодня у нас на обзоре одна из самых знаменитых марок пива шотландии bilhaven scottish stout сегодня мы решили вместе с ним взять одно и то же пиво и сделать совместный обзор который выскажет каждое мнение кто-то скажет что-то свое возможно наш коллега рассказ немножко истории варят это пиво в пивоварне bilhaven brewery находящийся в одноименной деревне недалеко от городка донбар в шотландии это пиво считается старейшим в шотландии и вроде как варить его в этих краях начали еще монахи аж в 1150-е года вне зависимости от того правда это или нет как минимум существуют записи о поставках эля bilhaven of замок донбар в 50-х годах 16 века странно то что раньше это было просто тут теперь нитро это как форсаж по короче скулы это пиво просто с частичкой вина дизеля бензаре заряжена не три длина дросселя для память полу локер но пенка норм такая действительно шоколадная высокая густая хорошая мне нравится по цвету как больше всего мне пока напоминает гиннес я не ценитель темного пива стаутов и прочего первая ассоциация которая появляется это гиннес но пена смотри какая гладенькая мягенькая кстати действительно у меня прикольно что соседает в бокале все дело вот у меня тут какой-то молочный шейк зонтик не пахнет очень приятно эти ребята умеют радовать хорошим пивом очень интересный вкус помимо того что слышны классические хлебные нотки до которые характерны для темного пива я еще и действительно чувствую вот это вот богатое разнообразие вкусов и и и кофе и и горечь особенно в послевкусе она есть и действительно какая-то вроде там как шоколадка есть очень неплохо это пожалуй даже и пиво интереснее гиннеса пенка нежная как как кофе утренние да так очень сильно взбитые да да прямо на какую-то визу из кофе-машин это не просто пена эта пена она как бы дополняет своим вкусом сама пиво на как взбитые сливки да 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 вот взбитые сливки ну-ка ну кстати сам стал водянистый очень это даже наверное хотя когда наливаешь стал но очень водянистый когда хотят создать заметил наливаешь он не кажется таким прям уж прям водой но вкус очень мягкий такой кстати послевкусие пошло то самое смуф это вот типа кому-то покурил наш тебя осадочек остается не неплохой потерпу прокуренный стал папироска так и курильщика в общем но действительно неплохо очень легко идет реально можно допить без остановки пока у тебя деньги в кармане есть тоже все-таки баночка сколько стоило что больше 200 рублей по моему здесь и 20 что-то такое ну принципе не из дешевого пива конечно но она того стоит вообще для кофеманов для вас потому что горькое пиво горький кофе привкус кофе тоже явно слышен я думаю если вы любите кофе темное пиво это прям идеально perfect fit для вас здесь это это перо не понимаю что это стал скорее темное пиво типа не знаю там чуть плотнее чем темного пива темно барбун нет такого насыщенности вкусов как обычно вставать то есть не чувствуется не кофе не шоколад на чего вот что обычно так присущие есть чувствуется только послевкусие выкуренные сигареты на бутылке у нас здесь стоит 1719 год а вот и именно тогда джон джонстон купил участок земли возле порта был хэвен тем самым основав целую пивную дивна династию 1815 году пивоварня перешла как приданная к лесу ду джону семья которого владела ей более 150 лет кстати в это время существовала шкала налогов на производство пива и исчислялась она в шиллингах сорта с низким содержанием алкоголя обозначались как 20 слэш минус 30 слэш минус и так далее самые крепкие доходили до 90 слэш минус согласно книге майкла джексона нет ни этого майкла джексона а известного пивного журналиста лучшее пиво от билл хэвен называется 80 слэш минус или же билл хэвен эти шиллин шиллин эль то есть эль билл хэвена за 80 шиллингов или 80 шиллинговый эль билл хэвена как-то так что касается истории пивоварни благодаря тому что у семьи и дуджиунов были и другие бизнесы они умудрились сохранить пивоварни даже во времена двух мировых войн но все же решили продать ее в 1972 году так как уже не могли соревноваться с современными на тот момент автоматизированными заводами к счастью этот шаг пошел пивоварни на пользу а не во вред так как после продажи ее ждал период адового просто рост последняя смена владельцев произошла аж в 2005 году когда пивоварню купила компания green king которая владеет ей по сей день ну так сказать это проба пера нас и нашего коллеги с украины надеюсь вам понравилось если понравилось пишите если не понравилось не пишите мне тоже пишите пишите нам интересно реально если живые люди есть кто смотрит нас пишите пишите да ваше мнение всегда интересно и если вам понравилось там и что-нибудь дальше продолжим с нашим коллегой будем развиваться в этом нужном направлении так сказать в общем ваше мнение и предложение мы подписывайтесь на нас на ты поймал сигнал и я не я на связи подписывайтесь на нашел коллегу на нас ставьте лайки рассказывайте всем кого на это брату свату на медали то вы знаете кому рассказать всем пока мы сегодня они не совсем телемост москва в прошлое обозревал красный баночке и я забыл как она называлась но тоже короче стал был мягкий стал там какой-то а это смыв дип дистилейшн пиздец он пенится у тебя сколько алкоголя говоришь я не говорил я молчу 4 7 4 не угадал а ну да тут еще и мальчик просто опа